Собака вроде с нашего дома. Как она обижала, не знаю честно, как так случилось. Ну а до этого видели эту собаку? Да, конечно, они часто, они каждый день гуляют с ней. Ну как, она сама выгуливая или все-таки на поводке? Нет, на поводке он с ней всегда гулял, да. Просто соседи другие сказали, что это такое, как несчастный случай, потому что обычно она всегда на поводке. Да, всегда на поводке он с ней гулял, они, по-моему, даже в нашем подъезде живут, то есть частенько встречались, мы выходили, они заходили. Ну вообще собака большая? Ну не то, чтобы она большая, она просто мощная такая, ну как бы сама по себе. Но я очень расстроена была, я даже плакала. Мне и собаку жалко, и ребенка жалко. Дело-то вот в чем. Собака-то ведь вот вместе с моим вот гуляет прямо через территорию, понимаете? Ребенок бы с ней не справился в любом случае, да? Нет, ребенок нет, конечно, потому что она, ну прям видно, что она мощная. Они же как бы, у нее прям, ну сил очень много у собаки, поэтому... Как она к школе попала, я вообще не могу понять, вообще не могу понять. А вообще собака как, воспитана, не воспитана? Очень воспитанная собака, очень воспитанная. Мы и в лифте ездим, она вообще очень спокойная. На поводке, да, всегда на поводке я его видела, но намордника не видела. Вот после этого уже, да? После этого, да, уже как бы видно было, что она в наморднике. Все время на строгом поводке ходил, все время. С намордником? А? С намордником? Ну как, с намордником. Намордник у него был тогда, когда вот он в поле там вот выпускал. А здесь вот он все время ходил, так он на строгом поводке ходил. А нам намордник, вы знаете, и нам надо намордник. Хотите, а у меня телефона нету, какой он злой бывает. Он тоже может загрызть. А так почему так произошло? Почему собака так среагировала на детей? Я не знаю почему. Почему собака среагировала на детей? Я не могу, вообще вот не могу сказать. Я поражена. Мне и там жалко, и там жалко. Понимаете?